Да, очень тяжело было по ним хоть какую-то статистику найти, потому что, если я не ошибаюсь, на квалификациях они играли под Team ZS, что-то такое. И это Shadowfiend. Нагло, но уверенно. Посмотрим, как это получится в действии. Пока что можем сделать так, сделать так, так и смотреть, как команды полетят расставлять варды. Или посмотреть на паузу, что, в принципе, тоже является выходом. Моментально снимается пауза, и Рики летит на мид с двумя апсами с N3. Здесь поехал Airspirit. Далековато поехал. Смог, кстати, даже не покупали вич и гейминг. Есть у них Рики невидимый, который все спокойно сам сделает. Скорее всего еще на агру поставят. Как-то на их попинговал в этот же момент странно. Почувствовал будто. Что-то явно тут не чисто. 30 секунд до начала сражения. И Солителю в мид поставил второй вард. Рики проверяет обстановку. Есть Сентрик, есть Дасты. Не хочет он больше проверять обстановку. Не будет даже пытаться руну взять, я больше чем уверен. Отличный Рики поставил свой Сентрик, сломал вард тангачом и убегает. Заработал 100 голды. Развел еще Солителю на Даст. И второго Сентри, я так понял, у них нету. Найд за то, что сейчас можно покупать один Сентрик вместо двух. Второго Сентри у Янг Лид банально нету. Магнус, хардлайн Магнус, лесной хардлайн Магнус. Стоп. Рики будет качаться в топе. В лесу будет Магнус. В миду Джиггернаут под Эмпауэром. А внизу Леорик с Варлоком. Ладно, это что-то гениальное. Скорее всего Вич и Гейминг уже выиграли. Потому что это все слишком сложно как-то. Нерики здесь Денайт абсолютно все с опиной. Ну и довольно-таки скучные линии будут. Надо искать Эр Спирита. А, Эр Спирита мы нашли. Он тоже пулит. В центре, потому что Джаггерс и Сфом будут просто качаться. Магнус будет качаться. И на верхний день тоже все будет качаться. Максимум что-то произойдет внизу. Либо там, где будет Эр Спирит. Принес себе. Сентрикс, сломал Вард, ломает Сентри. Есть также сейв ТП. Найкс на самом деле в лицо довольно-таки неприятно делает Рикки Мару. А тут Эр Спирит решил занять правильным делом. Пойти и прогнать Магнуса из леса. Третий левел у него уже. Довольно-таки много. А Рикки, что он делает? Полетел на шрайн? На ганг или что это? Получил в третьем левел, побежал в роуминг, а Магнус оставил верхнюю линию. Правильно понимаю? Довольно-таки неплохой план. Разве что, что я не сделаю такса. Отпуливает такс. В этом моменте можно было его поймать. Есть стан. Тучка. Нет Венома, я так понял. Нет, без Венома ничего не получится, ребят. Хотя есть второй стан. Туча. И первая кровь. Забирает Рейс Кинг. Берет свой блэйдстон. А вот и Веном. Да, с Веномом все пойдет иначе. Эрспирид решил проехаться по крипам. Социальности принес мид-центр. А Рикки, Рикки, Рикки. Отправляется в дальнейшее путешествие. Скорее всего придется с центра на СФ. Несмотря на сентрик, есть шанс что-то здесь сделать. Есть замедление. Эрспирид опять уехал. Но нет. Если бы здесь опса не было, то скорее всего у Рикки что-то вышло. А так СФ очень заранее видит, когда подходит к нему на ганг вражеский герой. Найк стоит на полном фрифарме. Впрочем, как и в Рейс Кинг. В Рейс Кинге еще и кью есть. И Джиггернаут с Магнусом тоже примерно по крипстату не стоит. Но на самом деле, если посмотреть так, то первые герои F6 очень ровно по крипстату стоят. На каждой линии все свое добивают. Единственный Рикки выделяется, который вначале чуть-чуть подфармил. Дай бог, чтобы он что-то делал с этим нетворсом. Потому что пока что он только пальцы на сентре. Внизу начинает Варнак немного разминать акса. Но больше ничего не может предпринять, предложить ему. Есть, в принципе, вторая хилка. Если придет еще кто-то, к примеру, Рикки. Можно даже что-то придумать с этим. Но здесь Лайф Тиллер уже начинает вот пуш вышки. Пришел Магнус Дефить ее. Да, и ничего не может Фум сделать на своем Рике. Вроде бегает, бегает, что-то находит, видит. И рисует себе путь в мид. Нападение было на Джиггернаута. Но такое, не опасное. Появился Ворио уже в ультимейт. Можно со мной слэша пробовать забрать СФА. Ну или с помощью Рики просто скрутилки. На Рашу пришлось ему поставить хилку, чтобы не проседать по ХП. А наверху что-то странное произошло. Я что-то не очень понял. Куда пропало здоровье его Саленсера, но... Магнус за это поплатился. В это же время в центре было небольшое нападение на СФА, но тот спокойно выживает. Даже Феррифайр не пришлось ему утратить. Прилетает Саленсер, ставит еще один в центре Катрики. Леорик неплохо так дает по горбу Аксу. Половину ХП снимает. Возвращается Магнотаур наверх. Пластиллер, есть у него инфест, вряд ли получится что-то ему сделать. А, кстати, купил все Виталите бустер, а не кольцо. Эр Спирит отлично вкатывается, но есть хилы на Леорике, вряд ли что-то получится. Пробить его, есть только уртанется Акс. Акс не крутится, но инфест и хватает урона. Да, вовремя прилетел на Акс, без инфеста не хватило бы урона. Магнус в это время берет арканы. Будет он сопротивляющим Магнусом, без сабель. Дает уже свой Эмпауэр из кингу и скорее всего через лес пойдет бафить Магнуса. А сам джиггер на Аут потратил мне слэш на эсфа, просто добивает его с крутилки. Повезло, что я не стал никто телепортироваться, так скорее всего бы Джаггер умер и возможно даже еще и не убил бы эсфа. Что-то верхняя башня сил света погрустнела. Таки да. Есть Эмпауэр второго уровня, есть Палк второго уровня и все довольно таки здорово на этих хэншетах. И регенерацию еще находит Джаггер. Да, невероятно он пёртый. Что у нас у Рики? Рики всего один уровень приобрел за минут шесть, после того как он ушел с верхней линии. И один коготь. Пробежал мимо Курыни и стал ее выбивать. Возможно попытается. Нет. Просто бежит на разведку. Нашел эсфа. Ну с эсфом нужна помощь. Сам Хим его не заберет. Видимо он просто решил подкачаться с ним. Да, и очень спокойная игра. Проброю бы не сказать, что в Янглинд какие-то большие шансы остались на выход из группы, но все равно аккуратно на полную стараются играть. Ресинг всегда опять собирает Мидас. Походу это тот самый знаменитый билд будет. А здесь почти откатился у меня слэш. Можно будет в центр опять что-то придумывать. Да, этот Рики просто бегает, бегает. Говорит, ну помогите мне. Очень много выносит джиггернаут, потом пауэром. Фармит мид, фармит эндшитов. Фармит просто лес. Есть прыжок. Он не слэш. Мгновенно убивают. Найк здесь ничего не сделает. Я считаю, что будет крутилка от опен вандов. Найк справедливо дело, что я решаю даже не тратить ману. А внизу в это время варлок получает 6 уровень. Не знаю, будет он делать с Мидаса или нет, это будет видно. У него и так 4 кора не до Мидаса. Хотя варды вроде бы все покупают Рики. Нет у него даже до сих пор фейзов. Можно переключиться, я думаю, уже на Нетворс. Ну да, джиггернаут явно лидирует. Фармит кайпов под Эмпауэром, фармит героев под Эмпауэром. Есть у него дабл стак еще на эндшитах, который он скорее сам себе сделал. Подлечить бы его не помешало. Варлок другого мнения. Магнус несет себе Блинк. Использует Шрайн, возможно, принесет Смоук себе еще какой-то. Есть Смоук? Да. И будет некая вылазка на Акса, либо не на Акса. Мы что-то странно задумали, напасть на Леорика без Блинков. У него будет 3 НК, будет сейв телепорт. И как-то я не очень понимаю, зачем, что. Загатил Сирир Спирит, ставит ультимейт, стан. Первый телепорт пошел, второй. Начинает на развороте Леорик. Есть големы, фатал баунсы. Очень больно. Все пытаются раскиставаться. Отличный РП по двоим. Джиггернаут. Тычка. Минус 2. Минус 3. Будет ли минус 3? Джиггернаут умирает с Каллингблейда. Леорик также второй раз умирает. Найкси дает уже двоих. И как-то очень резко развернулась драка. Пытается засейвить рейки своего саппорта. Здесь Магнус бежит до конца за Аксом. Убивает его. Но нужно как-то выйти. Есть у него Скивер. Нет, никак это не помогает. А здесь Лайфстриллера убил еще и Варлыка. И просто улетает на ТП. Хотя на самом деле Рикки мог и убить Найкса. Но что-то сумасбродное произошло. Вроде бы идеальная драка была для Вичи Гейминг. Кто-нибудь помогите центральной башней сил тьмы. Отличный рейс полярити. Сэф не успел расхистоваться. Отличный голем. Но потом из ниоткуда пришел Лайфстиллер и начал всех сгрызать. Пропустил я Баттллок. Но предположим, что Вичи Гейминг остались в плюсе. Хотя это вряд ли. В плюсе остался Лайфстиллер. Есть у него Митрилхаммер. И еще один ему нужен до Дезолятора. И первое РП. Как бы удачно оно не было. Победы в драке оно не принесло. Рейс Кинг умер с первым уровнем реинкарнации. И поэтому очень долго ему ждать отката на ультимейте. Так что вряд ли ближайшее время куда-то отправить Вичи Гейминг. А Янг Элит как раз не против. Акс прикупил себе блинк. Спирит тоже готовый. Есть у него шесть камней. Ставится обсеревар, чтобы лучше увидеть куда прыгать. Здесь агент Рики. Пытается собрать хоть какую-то информацию. Акс в слепую не прыгает. Если перевинился, то скорее всего прыгал в Энштадт. А здесь все Рики. Ревилитер Спирит и прячет сразу же в Рошпит. Даст решили не использовать. Ну и правильно, скорее всего не нашел бы. СФ стоит бьет Тауру. Войст очень далеко. Глобал дается. Вылазит на Икс. Разваливают сразу же Магнуса. Здесь же Рики уходит в ультимейт. Неплохой голем Варлок. Как хорошо прыгает Джиггернаут. Минус два. Должен добивать еще Акса. Ну Калинг Блейд. Убивает Джиггернаут на развороте. Есть палка. Остальные стоят на фулл хп. И неплохая Драклевич и Гейминг. Опять умер Джиггернаут. Получилось слишком много он урона. Но Леорик хотя бы в это раз остался жив. И все довольно таки неплохо. С учетом того что еще Глобал был. Магнус за секунду успел с разворота вывести с РП. Да и действительно это второй Леорик. Уже с один в один таким же билдом. За что центральной башней сил света все эти страдания. Сооружения сил света укреплены. Рики под Эмпауэром. Напал на Сайленсер и просто вырезает его. Сайленсер ставит паузу и пишет туалет. Сайленсер. 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 И так. Можем пока паузу посмотреть графики. Все приблизительно ровно. Чуть-чуть преимущества у Вичи Гейминг. По артефактам. У Эрспирита ничего не появилось. У Лойстилера практически есть изолятор. Шадоуфинд. Будет собирать лотар. Есть у него Драгонлендс. И пока что ничего больше. У Акса после блинка также ничего не прибавилось. 500 голды. А Сайленсер намерен выйти в Мидас. Так же как и Варлок. Лейки будут делать все урну. Магнус будет делать Мекку. Второй раз это вижу. И Лерик передумал. Дезолятором. Решил купить себе БКБ. В Рейскенгу очень важно давать прокаст. Поэтому БКБ против Глобла ему просто необходим. Верхняя Башня Сил Света. Центральная Башня Сил Тьмы долго не продержится. Предлагает Шадоуфинд забрать Рошана. Или просто пингует на него то что тот есть. Его ребята не убивали. Все в порядке. А Рейки тут рискует найти неприятности. Есть Дастывер Спирита. Понимает Химну что его здесь не видно. Поставил Рейки Вопс. Видит примерно что здесь происходит. И нужно бы кого то здесь ставить. СФ в инвизе. Нету Сентрии. И инфест бомба которую заметил Рейки. Смоук будет или это просто инфест бомба? Походу это просто инфест бомба. Даже не очень понятно куда они нацелились не идти. Абсолютно не видит сейчас. Я англиц своих профсоперников. Вич и гейминг тоже не очень понимают где находится враг. Но у них есть РНК. И Лерик не боится подставляться. Ну разве что чуть-чуть. Найкс рисует куда надо идти. А команда идет в обратную сторону. Распирит даже без вардов туда поднимается. Не очень понял почему они все таки не пошли дальше. Да. Найкс дезолятором он любого должен сгрызать для нескольких ударов. И будет размен вышками. Ни те ни те вероятно дефить не собираются. Скорее всего будет размен просто двух вышек. Хотя... Рикимару улетел. Где тут Ричит Акс? Янгелит только что пропали. Вич и гейминг пропали с Вижиной. Янгелит сразу же решили отойти. Не особо торопились добивать вышку. Здесь Рошан вышел что-то дал по шляпе. Варлаку. Пол хп у него. Вич и гейминг видим зашли бить Рошана. И видели это Янгелит. Что-то верхняя башня сил света погрустнело. Вич и гейминг в ответ использует Смоук. Все равно и магик, к сожалению, не успеется в квестовая ТРП. Будут они добивать Рошана. Обновляется Эмпауэр. Если как-то прощекать. Нет, про Джиггернаут собрался и Аегис. И скорее всего пойдут сейчас по вышкам. Да? Джиггернаут идет не совсем по вышкам. Пингует на него Рики, что-то от него хочет. Не очень понятно. Почему бы не пойти не забрать первый Тауэр? Подсейвил на всякие атаксы, чтобы это не было байтом на ДД. Справедливое подношение. И такое ощущение, что Аегис забрали Янгелит. Вич и гейминг как-то заперли себя на своей половине. Есть у них Смоук. Возможно, в Смоке они не побоятся куда-то выйти. Есть у них также агент разведки на Рики, который может сливать всю инфу. АСФ, кстати, приобрел себе Монту. Сто лет Монту на АСФ я не видел. Рейскинг с БКБ. Вообще ничего не должен бояться. Видимо, вот для чего Шадуфин собрал Монту. Доджистан в Рейскинга. Гемуакс, я видел он Рики приближающегося к нему. Прыгает и за секунду его стирают. Ну, по факту, это всего лишь мидис инфес бомбы, и ничто не мешает продолжать пуш. Но Вич и гейминг со мной не согласны. Они отправляются фармить, фармить, фармить. Ой, верхняя башня сил тьмы вся потрескалась. В Рейскинг будет делать Кирасу. Отказался он своей идеей дезолем. Джиггернаут идет фул статы, скади. Надеюсь, что у нас АКС будет делать Юл. Кстати, Вич и гейминг против АКС не помешал бы кому-то Юл. Но кому-то сделать Магнусу. У Салисера уже почти есть Мидас. А здесь Сирспирид что-то загулял. Это он зря лишь в руну пойти взять. Да, у Найкса у самого уже почти есть Кираса, ему плейт Мелодин остался. И Вич и гейминг отмажились на пуш центральной линии. Сюда бы еще Джиггернаут. Да, и с Джиггера можно и второй тавр забирать. Есть Айгис у Джаггера, есть Айгис у Леорика. Есть Рики, которые палят всю движуху. ААКС агрит Леорика. Рики выключает Респирита из драки. Сломали пару, потратили ринку. Рики сейчас просто выпрыгнет. Хотя нет, прыгнул на Респирита, но это была ловушка, там была инфес-бомба. И уходили на Вич и гейминг, забрали они Тауэр, потратили ринку у Леорика и Рики. Но Рики как-то пошел просто отдался, чтоб команда забрала вышку и ушла. Скорее всего это правильно. Теперь Янг элит развернулись, пошли они в атаку. Расставляет пока что ворды, не уверен я, что прям такими храбрыми они должны себя чувствовать. Учитывая, что Вич и гейминг ни одного ультимейта не потратили. Пингуют на Баунтос. Пластеллирую, видимо, до Кирасы побыстрее. А Вич и гейминг встали на базе. Не знаю, это нигде враг. Есть смолк у них, могут пойти. Но опять же, без вижена врага это такая сезотея. Очень авантюрная. Проверил акс ворды в вражеском лесу, все что нашел, все сломал. Рики, не достал чуть вард. Ну и что, у вас эгис и у вас почти эгис. А здесь уже эгиса нет. Не знаю, как-то много дают Вич и гейминг. СФ уже что-то себе несет сверху. Диффуза. У Акса Кримса, УСФ, Диффуза против... Непонятно. В пользе големов они не работают. Мана бёрнить в Рейс Кинга? Да что-то посредственный план. Инфест. Наконец-то у нас будет какой-то экшен. Потому что пока что даже невидимый Рики не может найти врагов. Акс лисит вниз, спрятался в лесу. Ожидает он, что Бутвич и гейминг пушат эту вышку. ВГ здесь в самоке. И Акс напал на Джаггера. Глобал минус Джаггер. Будет ли продолжение? Есть камень. Прискин БКБ. Пытается убить СФА. Не может в него попасть. Есть стан. Рики уходит в ультимейт. Прячется. Акс сагрит Леорика. Есть еще Рейконрад. Рейнка. Магнус будет не прыгать. Драгих. Есть. Прыжок. Рики. Нужно Эмпауэр дать Леорику. Эмпауэр Леорику. Есть. Неплохо с Ластилером. Пытается разобраться. Но тот его просто-напросто жирает. Магнус уходит с телепорта. И... Непонятно. Драков пользую Янг Элит. Ластилер остался жив. Опять же. А в Секорович и Гейминг поумирали. Сайленсер опять с Мидасом. Набирает инты. Всего 4. Но 4 лучше, чем 0. И... Магнус решает купить Селотара. Я не буду. Ооооу! Это правильно! Дабы выжить инициацию. Правда там Гелмакса. Не стоит забывать. Забывать у тебя Рики в команде. То есть Трусай там точно будет. А сам Рики, видите, планирует подрезать как-то Саленсера. да что-то странно он делает и опять сейчас расходится все фармить что-то фильм с теми же дефузами варлок при мног собирают и гоним реки мару не мешал бы убить буквально несколько крипов что принести себе дефуза магнуса есть половина лотара джиггернаут купил скальди нужен моблинк а в рейс кинг с кирасой и собирается купить супер башер есть инфест беззвучный инфест вакса сэндери палец в рейс кинг будут ли его два раза убивать натошел в рейс кинг и жены рынка смог на есть молку и рспирита скрещу сейчас взорвут и здесь выход смог на смог реки палит опять всю контору рейс перед стан в иллюзию надеюсь рейс кинг прыгает бкб стан в акс и отличный рп по двоим будет ли какое-то продолжение лирик пытается бить но практически не носит урона варлок отличный големз потал балансами кучу урона сразу же входит реки пытаются добить рспирита здесь джиггернаут делется с на иксом 11 приходит помощь вся команда вичи гейм приходит просто избивать одного бедного на икса и минус пять под глобалом со всеми ультимейтами смогли подраться вичи гейминг и не помешало бы пойти забрать пару вышек возможно даже заставить выкупиться из фана это вряд ли забрали внешне т2 и могут побить третий мертв факт смерть власти же мертвый сэф используется глиф сейчас появится ли все но они ничего не делают возможно же заберут мили барак на отличный вичи гейминг и уходит агс только летит никого не успеет поймать отменяет агр понимаешь что никого не поймал и ситуация кардинально меняется для вичи гейминг из такого шаткого положения не получают практически 8000 преимущество 10 тысяч преимущество по золото и иду забирать рошана второго рошана и реки находит ир спирита рикет гемом и мгновенно забираю 10 на стилер впивается магнус и есть баш пресс хим параллельно забрал акса 10 рп в 1 на айкса чтобы развалить его у которого нет бэйбэка и все можно идти заканчивать догнали еще есть фа станли туда но если мне слэш сэм помирает соли цель вырезает реки и я т.г. еще какие-то сомнения янг элит бэйбэка из шадоу финг ну что у него есть диффуза толкает ли орика на из фа но как бы сейчас об этом не пожалеть просто умерер спирит так же легко умирает сф хотя монта неплохо дочь но это джи джи просто двумя драками отличными вещь гейминг выигрывают себе игру мы уходим на перерыв до следующей игры вичи гейминг потенциал против макс а пока пауза вичи гейминг